Мы видим уже, что их некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет. Ещё раз напоминаю, хочу напомнить ещё раз. Вот всё, что делали наши партнёры, так их назовём, Соединённые Штаты в предыдущие годы, обеспечивая якобы свои интересы и якобы свою безопасность за тысячи километров от своей национальной территории, они это делали, вот наиболее такие жёсткие и яркие вещи. Без всякой санкции Совета Безопасности ООН. Вот Югославию бомбили. Под каким предлогом? Что, санкции Совета Безопасности, что ли? Где Югославия и где США? Уничтожили страну. Да, там внутренний конфликт, там свои проблемы. Но кто дал право наносить удары по европейской столице? Никто. Просто так и решили. А сателлиты за ними бежали сзади и подтявкивали. Вот и всё международное право. А под каким предлогом вошли в Ирак? Разработка оружия массового уничтожения в Ираке. Зашли, страну разрушили, создали очаг международного терроризма, а потом выяснилось, что ошиблись. Потом сказали, нас разведка подвела. Ничего себе. Страну разрушили, страну. Разведка подвела. И всё. И всё объяснение. Оказывается, не было там никакого оружия массового поражения. Никто не готовил. Наоборот, когда-то было всё, как положено, уничтожили. А в Сирию как зашли? Что, санкции Совета Безопасности? Нет. Что хотят, то и делают. Но то, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются делать, или планируют делать, это же не за тысячи километров от нашей национальной границы. Это у порога нашего дома. И они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать. Здесь сидят специалисты, мы с ними постоянно, я же с ними постоянно в контакте. Вот в США нет пока гиперзвукового оружия. Но мы знаем, когда оно появится. Это же не скрыть. Всё фиксируется. Испытания проходят успешно, неуспешно. Ясно. Нам примерно понятно, когда это будет. Ну и поставят на Украине гиперзвуковое оружие. А потом под его прикрытием, не значит, что завтра будут применять, потому что у нас циркон уже есть, а у них пока нет. Значит, не значит, что завтра будут применять. Но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, скажем, на Крым. При выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах. Они что, думают, мы не видим этих угроз? Или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы? В этом же вся проблема. Нам просто некуда двигаться дальше. Вот в чём вопрос. Вооружённые конфликты, кровопролитие – это абсолютно не наш выбор. Мы не хотим такого развития событий. Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но иметь хотя бы ясные, понятные, чётко изложенные юридические гарантии. Вот в чём смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и Вашингтон. И мы надеемся получить на них ясный, исчерпывающий ответ. Есть некоторые сигналы, что партнёры готовы вроде бы над этим работать. Но есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото и все наши предложения. А самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят. Вот чтобы всем было понятно, мы это понимаем. И такой поворот событий, и такое развитие событий нас, конечно, не устроит. Мы надеемся на конструктивные, содержательные переговоры с видимым, причём в определённые сроки, конечным результатом, который обеспечил бы равную безопасность для всех. Редактор субтитров А.Семкин